Новости в продолжении скандала вокруг наших легкоатлетов в российском антидопинговом агентстве РУСАДА не сомневаются, что смогут доказать профильной международной организации ВАДА свое соответствие всем предъявленным требованиям. Об этом заявил министр спорта Виталий Мутком. Также он отметил, добросовестные спортсмены, такие как, например, Елена Исенбаева или Дарья Клишина, не должны страдать из-за тех, кто использует при тренировках запрещенные препараты. Надежда на то, что российские легкоатлеты смогут принять участие в играх в Рио-де-Жанейро в 2016-м, сегодня выразил и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Я думаю, Россия будет сотрудничать, чтобы добиться прогресса и быть уверенной, что работа Всероссийской Федерации легкой атлетики соответствует правилам Всемирного антидопингового агентства. Это нужно для того, чтобы российские легкоатлеты приняли участие в Олимпийских играх 2016-го. Напомню, поводом для начала расследования комиссии ВАДА стал фильм, который показала немецкая телевизия. Накануне подал в отставку директор московской специализированной антидопинговой лаборатории, назначен новый руководитель. Организацию теперь ждет переаттестация. Уже известно, что столичные специалисты согласились отправить все допинг-пробы за границу на повторный анализ. Продолжение следует...